Здравствуйте! Это программа Диаблога Вечным и я ее ведущий Михаил Кириченко. Темы наших бесед выбраны не случайно. Свидетельство тому огромное количество вопросов, суждений, а порой и острых дискуссий на сайте нашей программы. Адрес моего блога, кстати, в данный момент вы видите на своих экранах. Присылайте свои вопросы, предлагайте темы для будущих передач, принимайте участие в обсуждении. Как всегда, делаем программу вместе. Великий русский писатель прошлого века Михаил Михайлович Пришвин, рассуждая о великих истинах, о вечных темах, о взаимоотношениях мужчины и женщины, в частности, писал. Богатство заключается главным образом в хорошей, правильно организованной семье. Вот мы и собрались задаться вопросом, а современная семья, какая она? Как меняются за последние годы семейные установки? Кто в первую очередь из супругов ответственен за то, что в последнее время принято и даже модно называть и петь погоду в доме? Итак, тема сегодняшней беседы «Семья в 21 веке. Культура отношений и быта». И я рад приветствовать в нашей студии гостей, которые попросили меня не называть их многочисленных регалий, а просто семейный психолог, представляю Наталья Ивановна Олеферович и священник Белорусской Православной Церкви Павел Сердюк. Здравствуйте. Часто ли мы задумываемся о том, насколько высока культура быта в наших семьях? Мне кажется, что если молодой паре, которая вступает в брак, задать вопрос, а как вы представляете себе культуру быта и бытовых отношений, что это такое, то им, в общем-то, и нечего будет ответить. Можно ли обучить правильным отношениям в семье вопрос такой, и что включает в себя культура бытовых отношений? Вы знаете... Дамы вперед. Да, дамы вперед. Вы знаете, правда, вопрос не из простых, потому что не зря у англичан есть пословица, чтобы воспитать леди, надо начинать с бабушки. И поэтому, когда мы говорим о культуре бытовых отношений, всегда встает вопрос, а в какой семье вырос этот мужчина и выросла эта женщина? Как родители относились к этим самым отношениям? Любили ли они друг друга? Уважали ли, поддерживали ли, заботились ли? Потому что эти образцы, неявно присутствующие в жизни каждого из нас, часто задают вектор дальнейшего развития. Но на ваш вопрос я отвечу положительно. Да, изменить можно все. Хотя доктор Хаус из известного сериала говорил, что люди не меняются, психологи как раз относятся к этому утверждению скептически. Но для этого важно, чтобы люди хотели менять и понимали, что именно им нужно менять. А здесь, Павел, а по-вашему, что включает в себя понятие культуры бытовых отношений? Ну, во-первых, я присоединяюсь к позиции специалиста. К предыдущему оратору. Да. И мы не возникаем сами по себе. Мы приходим с определенной историей. В нашем аномнезисе есть наши предки. И мы формируемся, исходя уже из каких-то сложившихся традиций, обычаев, привычек. Не обязательно положительных, но и отрицательных. И сегодня я могу сказать, что, наверное, у многих молодых семей присутствует неуверенность. Да, есть как пастырь, который становится соучастником таинства брака, церковного таинства брака. И проводя беседы, встречи, очень часто сегодня молодые люди очень неуверены, потому что нет традиционной поддержки старших поколений. И поэтому приходится учиться всему, если не с самого начала, то во всяком случае осознать свои личные отношения как безусловную ценность. И готовность их сохранить при любых обстоятельствах до конца. Я думаю, что вот когда есть такая настроенность, а главное, когда человек понимает, что его супружество – это не только, знаете ли, такое вот, имеет пигмейское измерение. Мы живем для того, чтобы делить там совместную территорию, заботиться друг о друге, обладать общим имуществом. Но понимает, что его брак – это миссия, которую мы призваны осуществлять для создания пространства любви. А жизнь новая рождается только в пространстве любви. И это труд большой. В этом смысле супружество вырастает до небес. И вот когда человек видит это измерение, то, конечно, его недостатки становятся тем, с чем он готов бороться. И прежде всего, вот мы говорим сегодня о гармоничных отношениях, но очень часто они подразумеваются под ними некий комфорт лично для себя. И, конечно, здесь очень сложно бывает молодым семьям договориться, поскольку, когда ищешь своего, то удивительным образом ты не получаешь того, что мог бы получить, если бы был готов отдавать. Вот любовь – это всегда дарение. И семья – это предельное создание супружеского союза, это предельное приближение, предельное соединение друг с другом. Большего очень сложно, большие связи, да, и более благородные связи невозможно представить. Вот я думаю, что вот когда нет такой традиции, когда не на что опереться, надо быть просто готовым быть таким, знаете, забойщиком. Да, и вот эту породу бесполезную, да, перемалывать, но главное, чтобы была вот эта настроенность, да, пройти до конца, весь путь. Да, вот как в алых парусах Грина, человека, который никогда не улыбался, но у которого… И который никогда не видел моря. Да, и который видел гражданскую войну и в ней участвовал, да, но в нем вот это благородство и пафос, они не искусственные. И вот каждый брак, каждая семья – это наша алая паруса, это лучшая наша надежда, это умереть в один день, жить долго и счастливо, и на это нужно настраиваться. – Хочу поддержать отца Павла. Вы говорите об очень важной вещи, о способности давать. И у нас сейчас вырастает поколение, которое не очень может давать, потому что мы живем в мире потребления, бесконечное предложение – купи, возьми, сделай. И, конечно, это все приводит к тому, что у людей создается иллюзия, что можно ничего не давая взамен что-то получать. А семья как раз строится на балансах, когда один щедро дает то, что у него есть, любовь, свое время, свое внимание, иногда свое хорошее настроение, и второй также принимает этот дар и дает взамен. В семье образуется некоторое такое, вот я бы сказала, ну, если через экономическую метафору, какой-то объем ценностей, которые между ними находятся и которые позволяют им чувствовать, что они принадлежат к чему-то большему. И поэтому мне кажется, что пока мы не осознаем, что, вот как вы говорите, что у нас нет другого мужа, нет другой жены, что надо пробовать именно с этим человеком строить отношения, мы будем страдать. Потому что какова сегодня позиция? Если тебе не нравится твой айфон, ты можешь поменять на новый. Но если тебе надоела, я не знаю, там, твоя квартира, ты можешь продать и купить новую. И это переносится на супружество. Не зря у нас в Беларуси 50% разводов, ну, как, в общем-то, мы догоняем весь цивилизованный западный мир. Потому что есть ощущение, что можно взять в магазине нового мужа, новую жену, новых детей. И это, конечно, трагедия нашего народа, потому что все-таки вот эта померковность и толерантность, о которой столько говорят, почему-то именно в этом месте не работает. Почему-то в этом месте Беларусь не останавливается и не задумывается, а будет ли мой новый партнер лучше старого. А может быть попробовать? А проще всего перенять самое худшее и догнать в том, что является не самым сложным. Это проще. Поэтому идем. Кстати, семья, семейные отношения, семейная жизнь к этой теме, программа Диаблога, тема Вечным, возвращается уже не первый раз. Потому что это важнейшие составляющие нашего бытия, они волнуют как нас, так и наших зрителей. В частности, Константин пишет. Древнегреческий поэт Гесиот писал, лучше хорошей жены ничего не бывает на свете. И ничего не бывает страшнее жены нехорошей. Уверен, все зависит от женщины. Она хозяйка, она мать, от нее зависит уют в доме. Мне повезло, у меня жена замечательная, ей главное не мешать. Безусловно, роль женщины в семье переоценить сложно. Но стоит ли мужчине оставаться совершенно безмятежным? И насколько важно, на ваш взгляд, справедливое распределение обязанностей между супругами в современной семье? И если это важно, как этого добиться? Вы знаете, если говорить о светской семье, то на сегодняшний день она стремится к так называемой эголитарности. То есть к равенству мужчины и женщины в плане обязанностей. Раньше женщина в основном занималась домом, детьми. И на сегодняшний день среднестатистическая белорусская женщина работает. Именно поэтому, приходя домой, она рассчитывает на то, что они с мужем будут делить обязанности. И мне кажется, что, в общем-то, не так важно, как именно распределяются обязанности. Важно, чтобы люди договорились и чтобы это их устраивало. Прекрасный психоаналитик Кота Кернберг писал, Не важно, что папа готовит ужин, а мама водит трактор. Важно, чтобы дети знали, кто из них мужчина, кто женщина, и кто является отцом, а кто матерью. Да, мы живем в то время, когда профессия у женщины может быть совершенно мужской. Но если муж и жена любят друг друга и уважают, и у каждого есть своя позиция в семье, и она четко определена, тогда дети растут с пониманием, что я мальчик, я девочка, с четкими какими-то гендерными стереотипами и с уважением к противоположному полу. Вы знаете, могу сказать о нашей семье, все-таки проистекают те или иные обязанности из готовности поддержать своего любимого человека, которому было бы это тяжело сделать. И это может быть, ну, в общем-то, не характерно для мужчины, не характерно для мужчины вид деятельности, но когда я вижу, что мои супруги вот сегодня, в данный момент, допустим, это тяжело сделать, то я постараюсь сделать ей приятно. Это тоже такой, знаете, своего рода эквивалент комплимента, невербального, да, комплимента действиям. Очень важно быть в фокусе внимания друг друга, быть чуткими вот к потребностям другого. А обязанности, они, собственно, это некий социальный фон, да, каких-то привычек, и они могут быть совершенно добровольно регулироваться. Вы упомянули важности нахождения времени друг для друга. Мне кажется, что в большинстве семей утрачиваются традиции даже совместного отдыха. Люди не могут найти время друг для друга. И даже за одним столом мы собираемся не так часто, как раньше, только, наверное, в выходные дни. А ведь вместе отдыхать, общаться с близкими, на мой взгляд, не менее важно, чем совместный домашний труд, о чем вы только что говорили. Отдыхать – это вообще очень важно. Отдыхать – это здорово и важно. Один из симптомов неблагополучия семейной жизни для православного священника, он выявляется, когда семья не совместно не пьет чай, нет совместной трапезы. То есть все сегодня по гаджетам распределились, да, потому что для этого требуется, конечно, организационное усилие и усилие воли, и совмещение ритмов с жизнью. Но это такой ключевой момент, потому что большую часть времени мы проводим не друг с другом, да, а мы, в общем-то, проводим в обществе, да, занимаясь профессиональной деятельностью. И вот этот момент собирания семьи, осознавания себя как семья, как единое целое, это обсуждение каких-то насущных результатов дня, да, все это очень важно, крайне важно, и это следует, ну, всячески развивать и поощрять. И повторюсь, что это бывает нелегко, нужно себя заставлять. Наука согласна, как я вижу. Наука согласна, потому что очень часто пары, которые обращаются за помощью, демонстрируют удивительное единство в том, что они совершенно не знают, как проводить время вместе. И они уже настолько разучились быть вместе, быть друг для друга или быть с детьми, что то, что мы делаем, мы фактически создаем заново для них ритуалы. У нас прямо вот есть такие техники, там, создание традиций и ритуалов. Это могут быть очень простые вещи. Я, как семейный психолог, могу просто порекомендовать им раз в неделю, в воскресенье делать совместный обед, ездить там в гипермаркер, покупать продукты и готовить. И вот такие простые, совершенно обыденные вещи делают какие-то чудеса с людьми. Ну, а вторая проблема – это, конечно, досок супружеский, потому что иногда супругам надо проводить время только вдвоем. Когда это их отношения, когда это их какой-то кусочек жизни. Вот вы говорили про комплимент супруге, а я думаю, что это один из языков любви, которым можно сказать супруге «я люблю тебя». Там, помогай тебе приготовить ужин, или там, забирай ребенка из сада, понимай, что ты устала. И поэтому очень важно донести до людей, что самое главное в супружестве – это пара, это муж и жена. На них базируется семья. Если кто-то из них говорит, все, я контракт расторгаю, я ухожу, эта семья уже называется неполная, эта семья уже дисфункциональная. И поэтому, когда мы начинаем работать с семьей, первое, что мы делаем, мы должны спасти отношения в паре. Мы должны сделать так, чтобы муж и жена снова посмотрели друг на друга глазами, полными уважения, любви и готовности что-то делать для другого. А вот с какими проблемами чаще всего к вам обращаются супруги? Бывают такие вопросы, например, у моего супруга, начисто отсутствует культура бытия. Или как нам повысить культуру быта на еще 7%? Вы знаете, к сожалению, редко. Если еще 10 лет назад очень часто женщины жаловались на то, что муж там не помогает по дому, то на сегодняшний день у всех есть стиральные машины, у всех огромное количество бытовых приборов. И самые частые жалобы связаны с тем, что либо муж, либо жена вообще все время проводят дома в компьютерах и в тех гаджетах, о которых уже говорил отец Павел. Тема, связанная с изменами, потому что скука, рутина и невозможность поддерживать какой-то высокий уровень, не знаю, отношений в паре, приводят к тому, что человек ищет себе психотерапевта на стороне. Это проблемы, связанные с сексуальной сферой, это проблемы, связанные с простой коммуникацией. Люди не умеют разговаривать. Вот никаких там не надо космических высот просто просить о чем-то друг у друга или что-то говорить друг другу. Ну и, конечно же, проблемы, связанные с воспитанием детей, потому что дети, которых никто не воспитывает, начиная там с подросткового, а то и раньше возраста, начинают выдавать свечки. Не надо ничего говорить. Иногда говорят, такая прекрасная семья, такие муж и жена, когда их дети, ты видишь их детей, и ты можешь сразу поставить диагноз. У родителей, у которых все в порядке друг с другом, у них не бывает таких проблем, которые у нас сейчас повсеместно есть. Курение спайсов, нежелание учиться, детский алкоголизм, хулиганство и так далее. Это все вот от той самой культуры отношений. Семья – это система, это сложный механизм. Портится мотор, машина не едет, колесо пробито, машина не едет, лобовое стекло треснуло, машина едет, но продувает. Поэтому все взаимосвязано. Говорят, что те функции, которые в Америке выполняет психотерапевт, для русских выполняет водка. Я думаю, есть еще пласт людей, которые за советом идут все-таки в церковь. Так ли это, отец Павел? И если да, то с какими проблемами к вам обращаются семейные люди? Ну, вы знаете, когда человек приходит в церковь сегодня, это некий край. Это уже наши люди, они предпочитают что-то такое материальное, эквивалент такой материально выраженный, то есть понятный. А когда уже приходят в церковь, то очень часто это за чудом, жажда чуда. И многие разочаровываются, потому что вот это потребительское отношение, уже сформированное, оно кажется, что может произойти что-то, помимо моего участия, моей воли. Да, вот Бог что-то сделает, или вот этот посредник, да, порою священников воспринимают как медиумов, хотя это совершенно ошибочное мнение, и священники ни в коей мере не должны так восприниматься. Есть, конечно, те, кого мы называем постоянными членами христианской общины. Да, это семьи, это люди, которые свою жизнь и ритм своей жизни, они соотносятся с ритмом жизни богослужений церкви. Они живут и участвуют в делах общины, да, в нуждах общины. Мы видим их семьи, мы знаем друг друга. Это, конечно, очень такая тесная связь возникает. И вместе с тем это те, кто обладает определенного рода, ну, такими проблемами жизненными. Это и алкоголизм, это и непослушание детей, и в том числе и супружеские измены. И, конечно, здесь мы стараемся, и вот в спектре, да, вот нашей деятельности приходской, да, есть и контакты семейных психологов, да, потому что, я еще раз повторюсь, что когда ты в чем-то некомпетентен, да, не нужно играть искусственную роль, надевать на себя личину специалиста. И психология обладает определенным опытом, как научная дисциплина, которая помогает человеку, вот, собственно, отладить механизмы, в том числе и внутрисемейных отношений. Вот, мы проводим, конечно, какие-то семинары, но в нашем приходе, если говорить конкретно о нашей жизни приходской, существует Центр поддержки химии материнства Матули. И мы вовлечены в спектр вот этой проблематики, и, конечно, ищем разные пути, да, готовых рецептов нет, их не может быть, потому что, если человек не готов участвовать, это предполагает труд. Все успехи, так скажем, да, когда жизнь человека меняется, они прежде всего связаны с готовностью человека, да, бороться с самим собой, если мы говорим об алкоголе. И просим мы у Бога, чтобы благодать Духа Святого содействовала, да, то есть Господь помогает тому человеку, который свою волю согласовывает, да, с волей Божией. И готов, это труд такой порой длительный, да, многолетний, вот, но когда человек готов только принять волшебную пилюлю, он, конечно, скажем так, для него церковь – это очередная проходная инстанция, он пойдет дальше. За чудесами. За чудесами. Возвращаемся к интернету. Значит, Марина пишет. Мой муж неверующий, как говорится, сердцу не прикажешь. Несу ли я ответственность за его духовную жизнь? Обязана ли склонить его к вере? И сразу же еще один вопрос от нашей зрительницы, от белорусской, которую судьба занесла на остров Лесбос в Греции, которая там замужем. И вот она пишет. Сформулировать не могу, как справиться со сложностями в семье, где супруги разных национальностей, привычек и характеров. От себя добавлю и вероисповедание, возможно, разного. Хотя я не знаю. Наверное, слишком, да? Ну, слишком сложно имеется в виду вопрос. Ну, отвечая на первый вопрос, сразу приведу слова апостола Павла, который говорил, вообще для христиан первоапостольской общины было совершенно нормально, когда модель семьи была, допустим, муж христианин, жена язычница. Но чаще всего это было наоборот. Жена христианка, муж язычник. И вот апостол Павел пишет таким супругам. Неверующий муж освящается верующей женой. То есть сам факт, скажем, религиозной одарённости женщины в браке освящает её духовную жизнь, всю её семью. Не надо никого склонять. Ну, как можно склонить мужчину? Это совсем мужчина, когда он не понимает, он не видит целесообразности в каком-либо действии, он никогда его не будет совершить. Это в нём будет вызывать возмущение. Кстати говоря, вот эта проблема младостарчества, которая проявилась остро достаточно в жизни нашей церкви на рубеже конца 90-х, начала 2000-х годов, была связана с тем, что женщины, прибегая к советам духовников, они говорили без участия своего мужа о каких-то своих внутрисемейных проблемах. Духовники выдавали какие-то, псевдо-духовники давали какие-то рецепты, причём такие постулаты. И женщины своим мужьям говорили, что вот так, вот так и так мы будем делать, а так, как ты, меня не интересует, меня батюшка благословил. Да, вот скажите, пожалуйста, ну, любой мужчина, любой муж на этом бы месте пошёл бы, в общем-то, разбираться с этим батюшкой. Да, как вот, как ещё в пространстве нашего супружества появляется некий человек. Не надо никого склонять. Потому что истина всегда посредине. Сам пример доброй жизни, особенно если вот, если в супружестве присутствует взаимоуважение, вдохновит супруга неверующего, да, он увидит пример доброй жизни, да, скажем, он даёт такую, понимаете, перспективу достоинства. И это не может не вдохновлять. Говоря о втором вопросе, да, поступившем с острова Лесбос, я понимаю, что там, по-моему, такой модель семьи, когда греческий турок. Да, ну, дорогая моя сестра, вы вышли замуж, да, и в данном случае, если мы говорим о том, что сейчас этот вопрос, религиозный вопрос для вас стал острым, то в этом случае об этом нужно было позаботиться до того, как дать слово верности, да, и вступить в эти отношения. Потому что, несомненно, мы приобретаем целый комплекс, да, ну, таких очень сложных отношений, связанных с иной культурой, иным мировоззрением, иной религиозной традицией. Но раз вы этот шаг сделали уже, то любите мужа, угождайте ему, и вам придётся подчиниться и принять эту ситуацию. — Либо маленькими медленными шажками, если удаётся, как вы говорите, показывая на своём примере, ну, как-то какими-то своими, не знаю, словами, своими какими-то хорошими поступками показывать, что так тоже можно жить. Потому что вы сказали очень важную вещь, которая, мне кажется, важна и для, так сказать, религиозной, и для нерелигиозной светской части людей, которые обращаются за помощью. Вы говорите о вмешательстве третьего в дела семьи, и о том, как реагирует партнёр на то, что его, например, жена или муж пошли к священнику, либо к психологу. То, например, что я как психолог доношу до человека, я говорю, ко мне пришли только вы, и я слышу только вашу точку зрения. Я не знаю, что про это думает ваш партнёр, и говорил ли он бы то же самое, что и вы. Потому что все, когда приходят, они описывают себя в таких прям красках ангельских, что они машут крыльями, и они идеальны. А вот их партнёр, дескать, он и то не так делает, и то не так делает. Именно поэтому у нас существует супружеская терапия, когда приходят оба, и это такая, условно говоря, очная ставка, когда можно услышать и жену, и мужа. И жена говорит, я вот это так делаю, и так. Он говорит, а ты не помнишь, как ты кричала на меня, а кто там тарелку в меня бросил, а кто вот это делал. И мы понимаем, что всё не так хорошо. И тот постулат, из которого мы исходим в такой светской семейной терапии, это постулат, что в семье не бывает правых и виноватых. Виноваты оба, и оба вкладываются. И меняться могут тоже только оба. Да, знаете, в моей такой церковной семейной терапии есть такой приём, когда приходит прихожанка и говорит, батюшка, благословите меня, сделает тот и тот. Я говорю, а что по этому поводу думает ваш муж? Он говорит, а он ничего не думает, потому что я ему об этом не говорил. Я говорю, сначала пойдите, скажите ему, и то решение, которое примет ваш супруг, вот это будет благословением Божьим для вас. Спасибо большое за ваше участие в программе. К сожалению, время наше подходит к концу. Напоминаю всем нашим зрителям, что нашими собеседниками такими интересными сегодня были семейный психолог Наталья Ивановна Альферович и священник Белорусской Православной Церкви Павел Сердюк. Хотелось бы закончить передачу следующими словами. Как-то Георгию Задонскому, затворнику Задонского Рождества Богородицкого монастыря, написал один человек, в котором жаловался, что его никто не любит. На что Георгий ему ответил, а разве есть такая заповедь, чтобы нас любили? У нас есть заповедь, чтобы мы любили. Любите друг друга. Это была программа Диаблога Вечным, и я ее ведущий Михаил Кириченко. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова